Аллилуйя! Аллилуйя! Вкусный фестиваль в музее-усадьбе Ивана Петровича Павлова проводят уже с десяток лет. Ежегодно под открытым небом яблоневый сад академика освещают, а после раздают плоды всем пришедшим на праздник. Завсегдатые праздника даже придумали свое особое поверье. Если съесть фрукт с этих вот деревьев и загадать желание, оно обязательно сбудется. Так я никуда не хожу. Позвали подруги, я согласилась. И вот мы здесь сегодня втроем с ними отдыхать пришли, посмотреть, как у нас тут красиво. Я за 33 года здесь живу в Рязани, я ни разу здесь вот именно вот конкретно не была. Поэтому вот решила попробовать посмотреть, где наши корни, что у нас тут, какая красота. Праздник яблока совпадает с преображением Господним или, как его называют в народе, яблочным спасом. Хотя посвящен он скорее прощальному визиту ученого сюда. Как говорят сотрудники музея, 19 августа 1935 года Иван Петрович Павлов был в своей родной усадьбе в последний раз. Для того, чтобы вспомнить, как здесь прошли его детские и юношеские годы. Сегодня на мероприятии глава региона обсудил с директором музея-усадьбы дальнейшие перспективы развития мемориального комплекса. Очень радостно, что осветил этот праздник, так сказать, своим приходом губернатор. И я говорю, что беспрецедентное его такое отношение к музею. Никогда не выделялось столько средств на обновление экспозиции Дома науки. 30 миллионов выделено, и мы уже освоили эти деньги. У нас интерактивные панели. И, в общем-то, это новая жизнь будет. То есть мы в Дом науки вдохнем жизнь. В 2024 году музей отмечает сразу две юбилейные даты. 175 лет со дня рождения ученого и 120 лет со дня получения им Нобелевской премии. Считаю, что это потрясающий музей, очень интересный. И там великолепный директор Александр, который, по сути, наполняет его жизнью и вкладывает душу в этот музей. И там, на самом деле, надо всего ничего, просто привести его в порядок. Мы уже финансирование выделяем, есть планы и на следующий год. Ну и, конечно, важно еще сделать улицу, на которой этот музей находится. Она сейчас находится, наверное, не в очень привлекательном и для жителей, и для туристов состоянии. И это мы будем менять. Улицу будем благоустраивать, музей дальше развивать только. В 2023 году музей-усадьба принял участие в национальном проекте «Культура» по инициативе президента России. В рамках этой инициативы мемориальные комплексы и достопримечательности по всей стране благоустраивают и модернизируют, сохраняя историю на долгие века.